Это пора, пожалуй, самое напряженное в училище. Сдают экзамены третьекурсники, те, кто совсем скоро придет в цеха автозавода имени Ленинского комсомола, наладчиками, электромонтерами, авторемонтниками. Идет экзамен по математике. Строгую экзаменационную тишину лишь изредка нарушают группы шумных новичков. Рядом работает приемная комиссия. Со всей Москвы приходят сюда восьмиклассники. Это училище металистов хорошо известны в столице. Известны своей прекрасной технической оснащенностью, тесной связью с одним из крупнейших предприятий Москвы и, конечно, очень хорошим, стабильным педагогическим составом. 20 лет готовит ребят к труду Донатца Владимирович Черкас. На его уроках физики и электротехники всегда интересно. Они всегда связаны с практикой. Ребята очень любят своего педагога. Это они мне рассказали, что Донатца Владимирович тоже кончал училище. Железнодорожное, это было в Вильнюсе. Затем учился в техникуме трудовых резервов. 12 лет работал мастером производственного обучения в этом же училище. А потом заочно кончил педагогический институт имени Крупской. И тоже продолжает трудиться в этом училище. Ребята гордятся, что их любимый учитель избран делегатом Всесоюзного съезда учителей. Очень радостно, когда ребята тебя понимают. И их ты понимаешь. Мой основной принцип такой, чтобы ребят лучше научить. Научить свою профессию, полюбить свою профессию. Я в основном готовлю электромонтеров. Поэтому я стараюсь привить им любовь к этой профессии. И чтобы они относились с душой к своей работе. В основном мы готовим рабочих для завода. Автомобильного завода имени Ленинского комсомола. И будем выпускать высококвалифицированных рабочих. Чтобы знали они свое дело. Умели работать. И любили свое дело.